кто я вы то что есть прям сейчас понимаете но там нету я который задавал бы вопрос в этом парадокс в этом вопрос кто я это ваш вопрос он не требует ответа со стороны он тут требует распознавания изнутри кто-то задает вопрос потому что задающий вопрос уже есть форма личности сути себя не кем задать вопрос познавший себя познает бессмертие в этом отношении необходимые все таки вот глубже распознавать откуда возникает импульс вопрошающего откуда он возникает как он образовывать себе потому что вы есть то что есть прям сейчас по моментам но я думаю что этот ответ вам ничего не даст вопрошающим потому что много букв будет в ответе на этот вопрос можно объяснять что вы дух это опять же различные понятия у всех можно объяснять что вы есть момент тоже различное понимание всех какой ответ вы хотите сами получить сколько времени времени вот для настоящего вопроса нету для меня это у кого видите я ведь не знаю вашей своей если хотя бы немного имел представление я понимал как разговаривать понимал как это объяснить чтобы ну направить внимание да куда надо и в том числе и не обидеть еще здесь приходится дипломатичным образом выкручиваться из таких прямых ответов который предполагает вопросов который предполагает прямой ответ но порою может быть еще рано прямой ответ сознавать время нет для чего задается этот вопрос откуда вы из какой личности для меня для кого вам сейчас нужно что-нибудь делать для того чтобы быть вот ответ это и есть вы то что не имеет причин ум это не поймет сначала но по определенной зрелости начинает это распознавать в динамике а не в подсказках ничего не надо делать для того чтобы быть распознайте то есть сущностное переживание себя как себя без идеи себе уже проявлено но она не переживает себя на гормональном уровне то есть в объяснениях она ощущается прямым опытом самого переживания присутствия здесь где я где отдельности тем задать вопрос кто я как много парадоксов здесь возникает на этот вопрос можно по-разному отвечать но порой вопрошающий в этой глубине ответа не распознают для себя ответ поэтому в дезориентации какая-то быть поэтому где-то на каком-то этапе с человеком необходимо все-таки понять самого человека а не просто валить на него эту гору скажем так осознавание поскольку не каждого человека психика справиться с этим прямым узнаванием попробуйте ввести в это сознание живое переживание человека с улицы который далек который от всего что здесь говорится во первых он сюда не войдет он подумаешь и сектанты собрались не поймёт да страх непонимание создает страх во всем этом и этот страх очень важен этому человеку поэтому иногда лучше не давать человеку прямой ответ отсюда милосердие будет возникать потому что вы можете снести психику этому человеку я часто об этом говорю понемногу должен вот это узнавание как цветение как и весна но понемногу должно проявляться они сразу так взять и сбросить на него эта информация теперь к охоте живи с этим да здесь хотелось бы в этом отношении за настроить внимание то есть вот этот прямой опыт был из момента не умствование что для того чтобы быть ничего не надо делать это уже проявлено здесь нет никакой идеологии заметили это просто прямое переживание дыхание есть слышали видение все проявляется здесь ним нет места для личности прямой опыт переживания и вот парадокс в том что на этот вопрос некому отвечать по-настоящему не кому-то ответ дать можно поиграть в ответы но распознавая к чему человек готов как личность прямых ответов здесь нету вы меня сейчас унесете за собой я в том смысле когда вы говорили про алгоритм я это громко говорю про алгоритм того чтобы выписывание хочу и могу или как вот этот мой надо надо да я про то что вы знаете вы сказали сначала что некоторые дети рождаются уже знают что они хотят да но через этот алгоритм можно почувствовать нутром вот что же ты на самом деле хочешь делать что принесет радость счастье и вот нет но я вот хочу вот при приносить инструмент как вы радости вычислили через надо и вот это может получиться туда сгибает я волну изгибаете это здесь надо понять чтобы быть счастливым а мы знаешь такое счастье а что такое радость да ну вот видите ну я не то чтобы не знаю но я внутренне это умею чувствовать как мне кажется но вот не могу понять до конца чем заняться я хочу помогать людям чтобы быть счастливым но это не совсем так а вы сейчас нужно жалеет не понимаю я хочу понять вот этот алгоритм алгоритм которым перед этим говорили его можно применить чтобы докопаться до этого чтобы отключить какие-то копаться до чего угодно можно без алгоритма можно в принципе да но не докопаться но все-таки опять же мы так и на передовой боевых действий до в этом духовном поиске мягче все-таки глубже вот эта глубина вас есть дети да вот помнить когда граничком был вы как мамы там исчезали вас же там не было как отдельного как взрывалась да вот в этом слиянии там никому было переживать состояние счастья никому и это не то к чему можно прийти это то что есть просто что-то инициировал есть глубина совершенно другая глубина вот этих частот и она не в алгоритме не докопаться а все-таки уяснить а как возникает вот это не свобода а как возникает вот эта неудовлетворенность а чем она вы выражена либо эти аргументации которые загибали на пальцах нервные примеру я это понял как бы ну да сейчас я уже за что купил зато и продаю это делать это нормально загибали все правильно мозг это знает ведь так вот хочется немножко с мозгом как-то договориться кем внутри мозга внутри мозга или чтобы понятно истинные свои почувствовать что и вот как-то не докопаться по истины в чем выражена вот вы докопались до истины теперь какой вы будете ведь есть представление какие-то когда я докопаюсь до истины я буду такой пример такой такой но у меня вообще его создать какое-то ощущение что задача нас пришедших сюда научиться радоваться жизни вот какой-то ну видеть вы через личность а личности она это не понимает она как раз как бы не дайте чуть выдавливаю переживание целостного себя вместе с ребенком она выдавливает личность когда мама проявилась уже ребенок как бы отдельно от меня уже начал проявляться вот это состояние слияния она как будто бы исчезает во всем этом так вот проблемы не в том что этого счастья нет проблема в том что мы не знаем что это такое личность не может переживать счастье она переживает это счастье в совокупности каких-то своих печалей это все время противопоставление да получается это маятник а я говорю о середине найти сюда не не болтаться уже видите вот это само хотение раскачивают эти качели само желание как импульс этого желания возникает вот до этого докопаетесь до без только без претензий к этому так вообще получается нам все отпустить тогда ну кем вы отпустите вы дальше потребности нет вот я уже себе как говорится весь как и мозг и внутренние ощущения и пыталась и так и почувствовать и подумать и это вот мешает что-то и вот это упражнение ваше возможно но хоть как-то приблизит но она во первых ну может так сказать что она приблизит но она больше даст ясности так и своим еще есть какой-то инструмент да их полным полно увидите но в данном случае необходимо уже из каких-то инструментальных явлений к субъекту перейти перевести внимание кто-то таком вы говорите из кого вы говорите из какой личности вы способны сейчас говорить будучи в наблюдении за собой задающий этот вопрос конечно попробовать рядущики наблюдать за собой говорящий да и задавать вопрос а сейчас данный момент я но я так это понимаю возможно сейчас нет если напряжена слегка потому что я на сцене проблему что вы к вам кажется вы слегка напряжены в общем я просил каких-то инструментов она как инсайдовать сейчас я инструменты давал видите но порой мозг не воспринимает это как инструмент сейчас сплошные техногенные инструменты дают но совершенно другого порядка не того порядка который выстраивает новый вариант самого себя а тот кто дезориентирует то те инструмент который скажем так где программирует это я эту личность потому что для того чтобы быть вам ничего не надо делать заметили распознаете это ничего не надо делать не надо никем быть никем не надо быть вот попробуйте из этого скажем так не я вне личности задать эти вопросы неким вот он нет этого вопрошающего вот вот прямо сейчас вот как импульс возник видите как импульс возник что делать для кого делать опять личность появилась эта личность проявилась на бессознательном уровне на том уровне который ум не может распознать просто есть какая-то доминирующая потребность виде себя скажем так какая-то экзальтация возможно происходило духовный мозг к этому стремится поэтому следующее упражнение вам ура выпишите напишите себе такой эссе духовное каким я буду когда буду просветлен пример есть определенная модель себя в будущем это всегда определенные психодинамическое событие и мозг к этому стремится вы даже не можете осознать он сравнивает ожидаемый с действительным он все время в совокупности каких-то задач поэтому когда вы выписываете просто выпить выпишите вот это определенный образ себя виде просветленного пробуждена пусть он увидит это ему достаточно это увидеть это и распознать как бы быть не внутри этой потребности а в наблюдении за тем кем он хочет стать вы сейчас осознаете вы же не можете прямо по моменту страдать не можете страдать а давайте пострадаем ну давайте пожалуйста да пожалуйста да пожалуйста на тебе так вот примерно то же самое попробуйте сыграть я рассказывал я неоднократно рассказал но ум никогда не поймет что то о чем я говорю есть просветление для него просветление это определенные события себя этой личности смотрите вот у каждого свое вот прямо сейчас осознайте само присутствие она есть она это себя переживает напоминаю ничего не надо делать для того чтобы быть как она может быть у каждого свое она одно ощущаете это одно но она себя как одно не объясняет прямо сейчас распознайте вот это чистое живое переживание вне я вне образов это не то к чему надо идти это уже проявлено простой фактор того что это этим не надо заниматься здесь это не требует никакого усилия чтобы быть осознайте прямо сейчас вы есть без личности вне я до объяснения до переживания какого-либо опыта уже есть это это не может никуда уйти 10 просветленный я просветленный самый короткий анекдот ну вот в этом эквиваленте понимаете здесь нету я просветленного я это личность она себя в определенной хронологии психических событий какие-то переживает но само чистое живое прямое переживание бытия в себя себе и себя как бытие она уже есть то есть как вы знаете что вы осознаете с другой стороны зайду потому что домик один и тот же вот и это не умство вне это не из памяти это чистое знание это живое знание но направьте внимание на само осознавание на сам факт осознавание и здесь нету я который этим бы занимался улавливаете здесь нету никаких отдельности ловить ум остался что-то анализирует что-то слышит что-то внимает но во всем этих психических явлений не формируется я опыт мозг как бы узнает прямо сейчас внимание на внимание и внимание как аспект дуальность она пропадает исчезает вот он тонкий метафизический распад этого образа внимающего якобы потому что внимание это деяние а есть то что не занимается деянием само прямое непосредственно переживание бытия здесь нету я она не может быть чем-то сюда невозможно прийти потому что отсюда невозможно уйти кем здесь забыть здесь неким забыть от кем страдать кем желать быть просветленным осознаете здесь неким желать просветление то истинная ваша природа то что включено уже это уже вот сама суть ваша просто когда повторять говорю ваша уже все искажается слова очень много искажения имеют поэтому только в ощущениях и только собою и только фактом себя это распознается никакой гуру создания приведет потому что вы отсюда вы не можете уйти никакая личность отсюда не может уйти увести это от себя еще раз вот это прямое переживание себя как себя без идей до идей она не требует к себе совершенства здесь нет чувства вины здесь нету потребности в чем-то следующем но это не олицетворяет какую-то пассивность которые вторичным интерпретация мозг объясняет это не за не называют ведь все прострации прямое переживание это ведь не называет себя вакуум пустотой само прямое переживание этого себя никак не объясняет не пустота не абсолют не бог не любовь здесь все вот эти усталые тезисы за которым мелкий ум мечется они как бы исчезают кем быть когда вы уже есть кем забыть вот она это тонкое узнавание это всегда узнавание потому что это повторить к этому невозможно прийти это уже включено вот он дух вот она суть вот она дал не объясняющий себя истинно названная истинно уже не является истинно это не объясняется это всегда в ощущениях всегда в переживании в прямом его эти переживания и еще раз напоминаю виду ваше внимание сюда ум остался ведь когнитивный процесс остались что-то слышит что-то воспринимать что-то видит что-то сидит но теперь нету здесь личности уловите и при всем при этом динамика определенная есть вот она вот отсюда эта потоковость только данном случае она не в коммуникациях с кем-то вы можете распознать эту потоковость только в коммуникациях заметили наверное вот это потоковое состояние сознания а не только в коммуникациях там легче идентифицировать это а в этой потоковости вы можете в течение дня находиться несколько раз но как он когда ум выходит отсюда вы скажем так вернее он не выходит начинает объяснять он начинает объяснять говорить о том что это как будто бы пусто как будто бы не вкусно как будто здесь нету смысла а знаете вот до этого он только что переживал переживал эту прямую потоковость просто вне коммуникации привет были разные опыты и сейчас сознание мне наградила новым вот я ничего не было уже по плану были очень такие возвышенное состояние ума и меня решила заземлить и в общем мне просто указание как более ну вот с осознанность и новая жизнь одновременно еще я почувствовала страх и захотела пойти сюда сесть приблизиться вопрос вот как раз с взаимодействием с новой жизнью более гармонично потому что не так сейчас с этим моментом что не так всегда так с тем что есть уже вот прямо сейчас прям момент он просит гармонии нарушая ее как возникает импульс самой потребности переживать эту гармонию что не так с вами перед кем вы опять оправдываетесь я об этом говорил часы вернусь опять в это русло есть вот это тонкое чувство вины который не распознается человеком а она у всех мы как подранки с детства вывалились такие недолюбленные не узнанной собой не вкушенной собой и поэтому подменяем реальность на идеи они поэтому этой подмены разрушаем саму гармонию себя того что есть и как она есть как возникает этот импульс откуда почему духовный путь это бесконечно оправдание самого себя того что вы просто поверили что не так с вами вот это обратите внимание страх не из-за того что он возник страх это призыв присмотреться какая фальшь возникает по что вы верите из-за чего возникает потребность гармонии то есть на про активном уровне посмотрите как возникает сама потребность что не так с тем что есть что не так вот когда вот эта глубина начинает проявляться вот тогда и страх он дает инсайды то есть данном случае я понимаю сколько уже месяцев 7 6 с лишним да там так гормональную буря в этом отношении женщине намного сложнее говорить о том о чем говорится потому что когда она идет на сатсанге и подталкивает к этому узнаванию самого себя она как мама исчезает это страшно но будьте внимательны когда перед вами женщина с ребенком который там вазоприн окситоцин там параллоктин вырабатывается во всем этом ей будет страшно двигаться к этому узнавание самого себя потому что мозг еще ответствен и за это чудо он выполнять множество задач и когда нету этого чистого живого сознания всегда по моменту когда ум лезет в какие-то перспективы которые всего лишь навсего компенсируют веру что с тобой что-то не так будет возникать этот признак страха как раз то просто было такое что есть старший ребенок но он прожит ну как будто есть ребенок уже есть дочка большая вот и казалось что эти программы уже не вернутся ну то есть снова да но просто как бы все правильно происходит я как вижу как чувствую доверяю да и сейчас очень правильно чувство вины и страх повторить какие-то ошибки но это опять же пара я определенных психологических данном случае если есть чувство вины вот этот персонаж который переживает он распознается его можно идентифицировать распознать там определенный какой-то социальный образ вылезет с ним не надо ничего делать увидеть ему не надо достаточно увидеть а самое важное достаточно быть распознаванием того что увиделось поскольку то зачем вы можете наблюдать вами не является вот этот механизм трансцендирует очень сильно психику потому что психологии психотерапии она выводит вашу некую такую другую позицию потому что на уровне диссоциации кризис возникает и диссоциативным образом новым вариантом сама себя возникает успокоение то что вы слышите на сатсангах это не то что создает новые перспективы виде гармонии и любого этого духовного пафоса а вот то что есть прямо сейчас она уже есть это не надо переживать личности это сама себя уже переживает и выражает себя и когда сама психика начинает это распознавать тогда все остальное на своем месте как бы начинает проявляться вот это уловить а в страхе нет никаких проблем самое важное идентифицировать эту личность этот образ и распознать что этот персонаж видится ты никогда не там не внутри этого потому что можешь за этим видеть ты можешь свидетельствовать этого персонажа того кто боится ведь страх не скрыт он распознается осознаете кем он распознается либо вы внутри и этот вирус это рынка ментального образа начинает охватывать всю вашу энергию и начать пользоваться вашим центром сутью духом либо вы в сознании этого страха тогда вот этот иммунный отклик ему на обучение очень быстро произойдет это как как инсайт инсайт произойдет я не то что я могу видеть я не то что может умереть я не то что стремится какой-то чистоте духовности гармонии я никогда не то я уже есть в чем возникает это импульс потребности вот это уловить игра тоньше просто стала вашем случае она не то что усложняется но она имеет очень много таких фоновых эффектов потому что вот организм должен еще отвечать на там целое чудо жизнь там не делишь себя понимаешь от того что есть это как я но там нету два там не объясняет что он отдельно тебя на уровне социальных аспектов и вот это еще дополнительно вливает это ощущение недвойственности я целую уже во всем этом возникает совершенно другое состояние счастья ощущение полноты какой-то целостности осознание перспективы уже не пугает сам процесс этот вкусен интересные здесь не надо это торопить естественно чтобы там шесть лет как бы в шесть месяцев родился зачем это свою природу знает уже что во всем этом и вот дать возможность идентифицировать этот страх это очень важный такой инструмент идентифицировать этот страх как то что наблюдаем а вот что важно для психи он пугается своей собственной руки свои собственные тени ему надо идентифицировать не молиться на эту руку не воевать с этой тенью а распознать это я и это я да и это потребность в гармонии это 5 я и тогда он видит мир зеркала одни отражения вокруг против чего тогда воевать если один я то есть вот это состояние я один она проявляется у некоторых людей я завтра по состоянию буду объяснять потому что состояние я есть все она кого-то переживал состояние есть один она переживалась и порой здесь по-разному она еще рефлексирует на уровень идентификации себя внутри этих проявлений так вот вот это состояние единства с тем что есть уже и вот там сложно ребенком назвать да сложно себя мамой назвать перед дочерью ты называешь себя мама потому что мы дочь и она осознает ну как бы смотрит ну то есть с дочерью уже нет ролей но как бы со старшей она умеет видеть но есть сложно как бы потому что еще есть необходимость жить социуме в каком-то таком другом но в любом случае как бы а а здесь ловушки всплывают которых раньше не было потому что подкидываются идеи по поводу вот эту тенденцию беременным женщинам не слушать оценки но я очень много ушла и если есть чистота слушания есть и нету такого ощущения в мастер авторитет если я просто представляюсь перед вами как эксперт другое дело но если как авторитет буду заявлять о самом себе очень много энергии будет перекладывать на мастера уже чем-то легко переход идет на мужчину как на мастера к примеру очень много фантом на особенно когда она беременна очень много таких фантомных явлений сущностных одержимости возникает если как эксперт проявляюсь тогда другое дело в этом отношении ответа будет чаще воспринимать увидела но я сейчас больше растворяюсь в быту как в таком процессе чисто процесс сам не если нету я да да как говорится посуду можно мыть опять без деятеля для действия есть а действующих персонажей не творчество вот ловим лови волну но не утешайся ты и не прячь не прячься за этим состоянием потому что ты воспроизводишь потребность а значит деятель формируется на этой потребности поэтому главе волну лови джи по импульсу сейчас она сейчас естественно будет проявляться а то что возникает страх весь у него может множество аспектов может возникать очень здесь такие ситуации как указатель чтобы я подошла говорить тогда другое дело только поэтому так легкость была а я увидел поднялась внутри и легкость тоже распознавайте и говорящего это все в сознательном салон от ничем от тебя не отличается есть говорение это говорение в сознавании но это сознание акт контроля здесь искатель посредством личности посредством потребности путают одно другим это как бы созерцание происходящего это как бы безоценочное свидетельство не того что происходит поэтому говорящий нету оговорение происходит это в потоковости сама себя объясняет и помнется настраивается не ничем повторять поэтому уловить можно вот в твоем случае вот это потоковости потоковое состояние сознания они естественно проявляется естественно но не надо это использовать как психотерапии я ухожу туда то есть вот эти лозунги они токсичны лови момент ловить себя узнавать себя а не прячься в тех состояниях которые ум не инициировал но там оказывается как в определенной как кажущейся гармонии к примеру до тоньше столы игра заметила очень так собой это можно распознать поэтому часто направляю ваше внимание это личности нет никаких проблем нигде никогда в этом путешествие не могли ошибиться личность да она существует в перспективах море это хорошо это плохо дуальных контекстов но это всегда в распознавании это всегда в узнавании и когда вы есть то что есть откуда вина возьмется чувство вины откуда возьмется чувство подражания откуда возьмется потребности в какой-то новом варианте самого себя беспокойный ум он ищет через прогнозы себя во всем этом и отрицает то в чем он берется и поэтому нет этого целостного переживания интересно то что вот эта личность она повторяюсь она внутри уже какие-то знаковых системах проявляет это хорошо это плохо тебе со стороны еще подтверждает это заставляет как будто бы играть дефицируется к этой личности но хотя и отсюда вот из этого центра этой личностью можно играть интуиция отсюда как куда происходит спонтанность откуда возникает просто там совокупность уже личности происходит и поэтому это в принципе пожарный женская энергия вот это без войны без претензий а вот с внимания с глубинным таким почтением к тому что если как она есть вот это восприятие ощущение себя где нету отдельного от самого происходящего личности дает это потом инициирует напоминаю в этой потоковости не личность оказывается там нету я нет преимущества над кем-то нет чувства вины то есть нету себя под кем-то по всем этом целостное переживание и все вот она инициировалась потоковость но еще раз напоминаю этого их важный посыл к этой потоковости никаким ритуалом не придешь никаким алгоритм это просто само себя скажем так не то что включает но она начинает выдавливать отличность по сути личность как будто бы исчезает надо понять друзья что никакому состоянию просветление пробуждения невозможно прийти личности вы никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий представления о том что такое просветление вы всегда будете падать на уровень своей психической зрелости и готовности именно подобное падение олицетворяет истинные восхождение духовное потому что каждое последующее дно падения выше предыдущего именно отсюда вы и возникает глубина познаваемого это надо уловить распознать собою и когда эта глубина выражается глубоким почтением к своему собственному присутствию когда ваша обнаженность и уязвимость не прячется никакой фиговые листок личности не надевается на вас вот тогда это падение начинает восприниматься как потоковость она инициируется не из чувства вины не из чувства того что надо к чему-то прийти а именно из присутствия повторяюсь из этого глубокого почтения здесь нету 2 вот в этой потоковости здесь нет другого откуда мудрости взяться и безусловно любви как не из этой глубины не ведите от боли ничто против вас не направлено воспринимать как данность то что если как она есть но не надо это принимать это уже происходит без принимающего тогда вы почувствуете по-настоящему вкус свободу который не будет автора я благодарю вас друзья за то что слышите с собой за то что узнаете себя и за то что не успокаиваетесь этим знаниями спасибо друзья лимон и 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